Я уверен, что сейчас весь мир в доте думает, что Филарий сейчас пойдет на Брёммастере в центр, но IG делает очень хитро, потому что у нас, у Ньюби, ну, Десброфиту на мид идти невыгодно, да, потому что иначе тебе куда-то нужно пристроить вайда, шейкеры и все остальное, поэтому у нас, вначале у нас шел в мид Хао, но, видимо, сейчас он понял, что, скорее всего, у него в центре будет ждать разор, он уходит наверх, и в итоге получается, что у нас Ньюби вообще будут ставить добыл лейны, причем снизу похоже на шейкер плюс воид, вот это да. Да, ну, хардлейновый воид, это уже не в новиночку, но здесь действительно с шейкером отграживает крипов, сегодня мы уже, по-моему, такое видели, Кси стоит против Му, но и здесь я считаю, что Ньюби очень хорошо все сделали. Они до сих пор бегают, ты посмотри, Феррари с нижней линией, вообще куда-то перебежал свой лес, что-то там побегал, 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 понял, что сверху стоит Хао, и, возможно, там есть кто-то еще, ушел сверху, теперь он бежит снова, и в итоге, посмотри на нижнюю линию, кто стоит против вайда, кто стоит против вайда, крипы стоят против вайда. Крипы, рейндж-крип против вайда. Я не знаю, у нас такая ситуация была, что мы, не знаю, папчик мы играли американский денек назад, у нас даже пришел ты, а никого нету, я думал, что такой возможно только в папчике, но тут мы видим такое, что это не только в папе, то есть Хао 8 стоит на фрифарме, реально, вот уже минуту, у него нету никого, и он не понимает, что это вообще такое было, что это атака в смоке, но нет, видимо, IG то ли замешкались, то ли заговорились, то ли хрен их знает, но они приходят, а воид уже второго левела, и он уже 450 голды. Либо пурман шайлд, либо сапог что угодно, и в итоге... Поднимают воздух, но это вообще бесполезно, потому что воид под свои собственные вышки, и тем временем у Энигмы 50% успеха, я вот хочу посмотреть, не заблочил ли он себе вот этим вардом спаун, но вроде как тут на границе он стоит, не могу точно сказать, но в любом случае крипов нету, крипов нету вообще нигде, весь лес забанен, этот вард банит 2 спауна, здесь вард банит, Этот вард банит, по-моему, верхний спаун, он просто... То есть это круто, что я могу сказать. Да, и даже фейт сверху посмотрел, он либо увидел, но не смог разбить, либо не увидел этот вард, смотрим. Я думаю, фейт пойдет сейчас в вражеский лес, ах нет, он не может туда зайти на самом деле, потому что там шейкер и аппарат, и в итоге что у нас получилось, нюби откантрили лайнинг айджи просто в миссину, то есть сверху у нас стоит мб спирит, он фармит. Снизу стоит воид против даблы, который ему, ну, вообще немногое делает, да? Если бы снизу стоял разор, соло разор, то воид бы ему было очень больно. Но в результате того, что тут панда, которая постоянно пушит линию своими клэпами, учитывая, что Рубик, если там, ну, его поднимет, ну, поднял, и что, он все равно таймвок сделает, то Хяо 8 на этой линии пока что он просто божит. Его даже от экспы не отогнать. Смотри, линия Эмбер, Спирит, Шейкер, Аппарат, пушит вышку, они прогнали профит, он не знает, что делать. Энигма тем временем только со второй минуты начинает фармить один спаун. Я на этом интернешнене еще не видел, чтобы кто-то контрил Энигму так. Либо Энигмы не несли себе сентри, либо они несли, разбивали, начинали фармить не сразу, но чтобы несли сентри и ничего не могли разбить при этом, это что-то. И сейчас сломает Эмбер, Спирит, вышку. Это то, с чем вообще не должны быть соглашаться, на мой взгляд, IG. Да, я могу еще сказать, что вот в этом пике, то, что взяли жадную Энигму, огромные проблемы у YYF. Ему некуда лететь. Он может полететь только во вражеский лес, но снизу, если бы он подошел к крипам, то бы получил стан от Шейкера, привязывалку от Эмбер, Спирита, и все. И до свидания. В итоге, пока Ньюби доминирует, причем доминирует очень жестко. На самом деле, нестандартно смотреть, что вот такие крутые мувы у нас делает Туадата вторая команда неожиданно. Да, фактически на стадии пика и расстановки линии решается чуть ли не вся игра. Потому что и первая, и вторая были именно таким образом выиграны. Сначала Ньюби, потом IG, ну и посмотрим, смогут ли сейчас Инвиктус Гейминг затерпеть. Поднимают Вайда, ну, у него просто таймволк, он уходит. Да, ему просто пофиг на эту кдаблу, на самом деле, тут можно разве что, не знаю, Феррари одного оставить, и что не пойти где-то сделать там, где-то сделать на карте добро. Или там помочь развардить ворды в леса, ну, надо. Вот, кстати, очень важный момент, пропали ворды в лесу. Вот прямо сейчас, первое, что нужно делать саппортом, это чекать, пропали ли ворды, потому что им нужно набирать экспу, ну, в том числе и Энигма. Сейчас они его увидят, тут у нас скрипы появляются, а если они появляются здесь, значит появляются и здесь. Всё, зелёный свет. Да, зелёный свет. Хиао-8 понимает то, что линия пушится, есть катапульта, а у IG этой катапульты нет, и всё отлично. Ты стоишь на хард-линии и чувствуешь себя в шоколаде. Эмбер-спирит на фрифарме. Вот что может быть, я не знаю, страшнее Эмбер-спирита на фрифарме в этой душе? Да, он на самом деле сейчас очень станет сильным, причём ему даже здесь экспу особо не воруют. Вот пришли два саппорта, помогли снести вышку, теперь он получает весь экспириенс, сейчас ещё и отведёт банана, вот таким образом зафармит эту точку. А Эмбер-спирит будет фармить и вынесет очень быстрый и хороший артефакт. Крутой мув делает у нас Хиао-8. Он агрит на себя двух крипов, это на самом деле, ну, много, когда такое большое количество героев, он агрит на себя ещё что-то. Вот очень хочет заагрить, подходит Шекер, агрит на себя всю тусу. Эмбер-спирит полетел, Эмбер-спирит сильный, но у него нет шестого. Он привязывает фейта, жжёт его очень больно, Ксяо прыгает. У фейта проблемы, фёрст-блад за Ньюби. Идут дальше брюмастера, колд-фит, но он слишком быстрый, нужно отступать отсюда, наверное, Ньюби всё-таки. Вот это они экшен творят. Просто Воид с Хардлинией и Эмбер-спирит делают ФБ, да, причём они прогоняют отсюда Энигму, Нечерс Профита и брюмастера с Рубиком ещё к тому же. Такое увидишь не каждый день. Да, и IG у нас в отчаянии, в очередной раз они идут пушить Тауэр, Шекер, отличная фиссура, опять переагривают на себя крипов, подходят свои крипы, Тауэр начинает бить пеньков. И IG тратит очень много времени, четыре героя еле-еле колупают Тауэр, при том, что Воид у нас всю Икспу получает, Воид уже шестой левел. Воид шестой левел, а брюмастер только четвёртый. Насколько хорошо войду. Да, вы забрали эту вышку, но... Но сверху вышка тоже забрана, и это 1-1 по Тауэрам. Более того, сейчас Дес Профит там, нет, Дес Профит никуда не пойдёт, взяла руну Инвиза, решила остаться. И в общем-то, Ньюби задачу минимум, не проиграть начало, выполняют пока что с огромным запасом. Кстати говоря, посмотри на этот обсервер вард. Он поставлен второй раз. Второй раз, да. И опять он палит. Сейчас Энигма зафармит крипов, отведут пул, и он в очередной раз будет палить всю контору. Энигме очень неудобно бегать. Она бегает между двумя нычками, это вот раз и два, и вот этот вард, он реально просто уничтожает сейчас всю команду IG. То есть если у нас будут хайлайты, и нам их покажут, то я могу сказать, что вот он хайлайт просто. Один вард, он сделал полканки. Да, более того, Энигма меньше по левелу, чем Оперейшн. Вай-Вайф отличная фиссура ставится, вай-Вайф никуда не уходит. Как же больно дерётся Хао, он просто отрывает огромные куски. Такой Эмбер Спирит, он сейчас очень силён, и вот он может проскочить ту самую стадию, на которой он, как правило, терпит, когда у него уже не так сильно решаются пылы и ему нужные шмотки, которых у него, он может в этой игре её просто проскочить, потому что у него уже есть барабаны, он с шестого левела, 2-0 статистика, и все очень слабые. Я ещё могу добавить то, что Эмбер Спирит у нас был взят, по-моему, лаз-пиком, да? А по игре, если посмотреть, то, сука, стану вай-Джи. Поднимает разок Рубик кого-то и даёт Энигму, там, Малафайс или Блэхолл, учё-то, что у него Малафайс, 1-го левела. В итоге Эмбер Спирит здесь может врываться в пятерых, кого-то убивать, убегать, то есть, ну, огромное пространство. Тем временем в Феррари большие проблемы, в Феррари умирает Феррари, не успевает он здесь делать ничего, но разложиться бы он не успел, он до сих пор 5-го левела. Тем временем Ксяуэйт уже почти 8-й. Нормально Войт поставил. Войт на кондлинии 8-го левела выше, чем Брюмастера, это вообще что-то с чем-то. Во всех пабликах страны. Так, пушит у нас в центр, Вайвай хочет принести пользу хоть где-то, потому что свой лес до сих пор занят, а на сложной линии у нас стоит и фармит Хао, которого он просто... Хао летит. Нужно бежать отсюда, Хао сейчас... Ой, как он привязал пеньков. Не повезло, не повезло, но гонится Шейкер. Больно жрет Хи. Больно. Гоняются у нас в порты, нужно отойти. Нужно отойти, продолжается доминирование от команды ИГ. Несмотря на то, что у нас почти все ровно, могу сказать, что лейтгейм за Ньюби, причем слишком сильный. Единственный шанс, по-моему, пока ИГ, это Блэкол в пятерых. Там у Апарэйшена уже практически шестой левел, в то время как у Энигмы еще не шестой. Кстати, интересная раскачка, колд фит на три, обычно мы видим чилинг тач, но здесь вот так вот решил. Кстати, профита могут убить, сразу стягивается Энигма, потому что боится, что профита убьют, и в итоге Энигма теряет еще немного времени. Апарат шестой, Энигма пять с копейками. Да, я даже могу сказать, вот почему колд фит. У тебя стрелки, шейкер станет, Эммер Спирит привязывает, и под комбинацию ты замерзаешь. Действительно отличная комбинация. С Ньюками. И вообще, если посмотреть на пик Ньюби, они не особо желают драться пять на пять, но они желают забирать кого-то под хроносферу. Под хроносферой дать отпор нечем вообще. Для команды IG пока Брюмастер не купит Блинк Даггер, но у Брюмастера тут только-только он берет шестой левел, так что... А Блинк Даггер ему еще мечтать. Стараются IG найти себе место, но, мягко говоря, найти его негде. То есть он у нас и дальше продолжает фармить свои леса, а ВВ думает, ну когда же ты наконец свалишь отсюда? Да, и мне пофармить наконец-то. И Фурену вот в такой игре, Фурену лететь либо вот во вражеский лес, забирать споты, но это рискованно, либо вот фармить, например, вот эту территорию. Ну хоть что-то. Но нет, он уходит вот сюда. То есть смотри, у нас качается Брюмастер, он мог перепулить, но вместо того, чтобы он перепулил крипов, и эти крипы умерли, прилетает Фурен, который забирает всех его крипов. В итоге IG сейчас пятером, мягко говоря, с трудом делит свой лес. Да, это что-то с чем-то. Да, это что-то с чем-то, когда Феррари вместо того, чтобы стоять на фрелинии против Вайда, он убегает от линии, чтобы ее отодвинуть от Вайда. В итоге пул не получился, дабл пул, Лайн сейчас в очередной раз будет пушиться, и господин Хиаосим, или же директор, он чувствует себя великолепно на этой линии. Нет, просто Вайд о таком только мечтает, на самом деле, чтобы Лайн к нему постоянно пушился. Феррари еще пушит крипов клапами, Вайд ему навешивает тычку в ответ. Ощущение, что Хиаосим стоит на легкой, а Феррари терпит. Причем так, против триплы Феррари стоит, его не выпускают к Экспе, хотя на самом деле это по факту один Вайд. Аппарат там занимается всем, чем хочет. Шейкер только что, я на него наводил, он был там второй с копейками, он где-то пошел, заформил себе что-то, и он уже почти шестой, у него есть арканы. И такой шейкер, он смотрит на эту игру и реально думает, у меня все так круто, у меня еще нет блинка, но мои тиммейты просто всех убивают, мне достаточно давать одну фиссуру. Да, теперь для команды IG нужно срочно разобраться с контролем, им нужно получить что-то на героя, который способен нападать. То есть нужно Феррари дать пойти в центр, постоять, пару раз клапануть, крипов забрать, сверху забрать, потому что на Эмберсперте тяжело бы у мастера забирать. И тогда IG смогут сделать в игре какой-то экшен. Пока IG не могут сделать ничего. Если у Нюби врывается Эмберспирит, убивает, врывается Войт, убивает, да кто угодно врывается, убивает, то у IG вообще никто не врывается. У IG просто пять типов, которые фармят. И все хотят пофармить, но лица не разделяют они. Я давно не видел, чтобы Эмберспириту вот так вот просто давали фармить, где он хочет, на протяжении 12 минут игры. Причем ему никто не мешает, его только боятся. И пошел пуш. Пошел пуш, но посмотри, где находится Ньюби. И никакого варда нет. Сейчас Ксяуэйд запрыгнет. Они знают, они видели то, что вар стоит. Они обязательно обходят у нас все аккуратно. И в итоге у нас Ньюби могут стоять, потому что вот видишь, Идалон, они идут такой на чек, на чек. И хотели просто зафейкать агрессию, думая, что они пойдут вот по прямой, как обычно. Но у нас увидели этот вар. Посмотри, чем занимаются Чуан и Феррари. Они прячутся все это время в лесу, боятся, что выйдут на них. А Хау фармит? Хау фармит, да, втроем. Под вражеской вышкой. Что? Под вражеской вышкой фармит. Да, фармит под вражеской вышкой. Он фармит так всю игру практически, с тех пор, как у Полтавер. У него уже Персиверанс, Барабаны и Фейзы. Он может выфармить себе Батлфури так быстро. Ну, это очень может быть быстро. И что они будут делать, когда Умбер появится быстрый БФ? Он начнет фармить еще быстрее. В лейте с ним делать абсолютно нечего. И он просто будет убивать всю команду фестами. Как уже, кстати, сам Феррари на этом интернешнле делал. Он там тысяча крипов. Правда, они эту игру проиграли против мега-крипов. Но здесь будет пораньше тысяча крипов. У нас Хао чудеса совершает наконец-то. Айджи собираются сделать связку. Появился Блингдаггер на Брюмастере. И можно творить лютый экшен. Но Ньюби понимает, что Разор не просто так подходит. Они стоят в опасной позиции. Феррари нападает. Прыгает у нас на Саншенко. Саншенко сразу минус. Купол. Ой-ой-ой. Да, Саншенко умрет. Блэкхолл неплохой. Засасывает Апарэйшна и Ксяо. Ульта Апарэйшна была куда-то не туда. Поднимают. Мека заходит. Му. Мека только прилетела. Ксяо Эйд где-то летает. Эмбер Спирит бегает по карте. И убивает пока что Энигму. Убегает из Драхи. Минус вышка. Апарэйшн терпит. Брюмастер забирает Дес Профит. Дает пиво Ксяо. Ну и что, дальше пойдут или нет? Здесь Эмбер Спирит. Эмбер Спирит привязывает Кси. Ой, какой Плазма Филд убирает Апарэйшн. Ксяо Эйд теряет все хитпоинты. Брюмастер. Блингс. Крита убивает Ксяо Эйда. И это 4-4 и Инвиктус Гейминг переворачивает. Да, это как раз Брюмастер, который у нас появил. Вот тот самый Блингдаггер. Так, чтобы можно было что-то начать. И теперь Эмбер понимает, что драться им еще рановато. Ну, пока у них нету свои артефакты. То есть, если посмотреть, то они хороши во спаме. Но в ближней битве они не бойцы. Там панда убивает стабильно двоих. Да, причем они это поняли вот уже после того, как драку проиграли. Потому что шли драться, но Войт, как оказалось, еще не так хорош. Более того, вернулся зачем-то Аппарейшн. Его там Плазма Филдом задамажила. Шейкер умер сразу. Да, Шейкер умер сразу. Ничего не успел сделать. Ну и здесь, в общем-то, большие молодцы IG, что они наконец-таки пошли. Потому что, если бы они сейчас в атаку не пошли, можно было бы просто уже писать ГГ. Сейчас они все-таки снесли вышку, забрали героев. И ситуация по золоту в их пользу. По опыту в ноль. И можно за счет... Вот, YYF. Вот это вот мы видели на том же Старладере, когда IG играли с ДК по кулдауну, по-моему. Просто ставится вот этот вард наверх и дает вижен. И никто не знает, что здесь стоит вард. Потому что профит туда залетел тайком. Ага, и IG понимает, что у нас нюби идут вниз. Нюби хотят где-то совершить сейчас экшен. Это, на самом деле, очень глупо с их стороны. Хотя вот Рошан, это хорошее решение пока у бюлмастера кулдаун. Ну и нюби, тут задача на ближайшие 20 минут, это просто сплитпушить, сплитпушить, пока не появится Арчит у Фурена. Да. А IG, они просто ждут своего бюлмастера. Задача IG, нападать сбоку, где-то там сзади. Ну, как это сделали в прошлой драке. Для того, чтобы аппарат, Шейкер и Банша не могли попадать своими сплами по всем. Ну, а максимум ты даешь там фиссуры, керриум свар в одного человека. Избирает Рошана. Так, к IG у нас уходит Хао. Ну и у Хао все ближе и ближе он подходит к своему батлфурии. Нет, ну что ни говори, Хао в той драке не умирал. И, в принципе, это единственный остается такой, наверное, самый большой минус. То, что Эмбер Спирит имеет слишком много. Да, у нас идет движуха наверх. И Вай-Вайф пушит, начинает так вот поджимать, поджимать. Но есть Эмбер Спирит. Эмбер Спирит очень хорош против Фуриона. Ты оставляешь иллюзию, ну, отбиваешь линию и в любой момент сможешь убежать. Вот тут агрессивно прям хочет зафармить всех пеньков. Вообще не дает ему пространство Фуриону. Но IG, IG-то идут. Да, причем так дружно идут. И Ньюби, посмотри, тоже идут. Но есть у Хао Аегис, и с этим нужно считаться. Смотрим, заходят. Нужно поднимать, нужно поднимать Хао. Хао поднимают. Секунду лопнул Эмбер Спирит. Здесь же Ксяуэйд. Ксяуэйд сейчас может прыгнуть и дать купол. Прыгает, дает купол. Забирает Эмбер Спирита. Ой, вот это просто момент. И купол сворован от Чуана. Ставится на Му. Блэкхолл. Ксяуэйд. Ксяуэйд под Момом падает. Это минус два. Это провал от команды Ньюби. Гоинцы у нас дальше за Му. Му у нас на Банше. На Банше юзает инвист и в итоге отходит. Вся команда Ньюби. Боже мой, что сотворил у нас Яо 8. Это было... Покоронил Хао. Он просто его порешил. Краешком купола задел. Прямо под ультой Разора. Если бы он закрыл всех пятерых, было бы не так плохо. Но в итоге он закрыл двоих. И Рубику, в общем-то, отдал купол. Минус вышка. Минус Аегис. Минус Эмбер Спирит. Минус Войт. И если вы, ребята, будете так вырываться дальше, ничего хорошего у вас нет. Да, я могу сказать, что на месте Ньюби им вообще нужно вырываться. Только когда они стоят под своим Тауэром. На них иду. У них есть Вижен для того, чтобы убивать противника. Потому что вырываться так, ребята, одумайтесь. Выводит Эмбер Спирит. Шекер без блинка. Аппарат, который стоит хреном узнать, где. И Банша, которая вообще не была рядом. То есть у нас Хяо 8 вырывается 1 в 5. Он ворвался 1 в 5, дал купол. В итоге Аль-Джи сейчас реально давит. Бюмастер запрыгивает. У него есть ультимейт. Очень боль на Банше. Успеет ли прожать Меку? Хорошая Фессура прожимает Меку. Но слишком много урона. Му здесь терпит. Последние тычки забирают Му. В размен на одного красного Спирита. У Хсяо проблемы. У него есть прыжок. Он уходит. Здесь же Апарат Шенфистами. Там тем временем Хао неплохо раздает. Энигму удается стереть. Фессура станет. Феррари баш проходит по Феррари. Еще один баш. Феррари. Рубик упал. Хао там. Хао просто тащит Ньюби. Он убил всех вообще. Хао убивает Профит. А тем временем все вместе разбираются с Брюмастером. И боже мой Хао. Как же ты сейчас раздал. Пока я смотрел как убивают Брюмастера. Он успел вот так вот по-моему пробежать. И убить всех. Да. Ну что здесь. Тим Вайп. И вот он как раз таки Эмбер Спирит. У которого есть уже Баттл Фьюри. Так как контроля не так много. Он может собрать следующим артефактом какие-нибудь криты. И чем драться? Вопрос. Этим Эмбером. Блэкхолом. Просто кинуть на него Блэкхол и победить. Ну или попросить. Или Хроносфера. Или попросить Хяо 8 прыгнуть. Да. Тоже вариант. Хяо 8 может у нас. Так. Итого. Что мы видим. То что нюби у нас без Блэкхола и нигмы разваливают. Даже несмотря на то что есть ульт Брюмастер. Но Войт прыгает. Эмбер летает. Там Банша бегает. И в итоге не так. Просто у нас Брюмастера дамажит. Им нужно нигме забирать КП. Для того чтобы можно было на этого Хао стабильно прыгать. Ну иначе сложновато. Да. КБ и Даггер. Чтобы его поймать. Его ведь еще и поймать не так просто. Он летает по всей карте. Я за ним не успевал следить в драке. Что уж там говорить поставить на него Блэкхол. Как-то нужно его подцепить. Кстати второе Баттл Фьюри делает. Нигер Спирит. Да. Увеличивает свой ДПС. Также он хочет активнее отпушивать. Ну всех крипов которые находятся. И ни в коем случае нет. Не дает зайти на хайграунд. Ну и Айджи нужно снова идти. На самом деле Айджи ни в коем случае сидеть. Ну вообще нельзя на своей плане карты. Нужно подходить четвером. И даже если ты не нападаешь. И Айджи ну Нюби защищают. То Фьюри сможет творить великие дела на карте. Вот сейчас появляется Пайп. Это очень хорошая штука против Эмбер Спирита. Потому что он сжигает всех своим флэймгардом. Также появляется у нас Блэкхол. И можно действительно попробовать пойти в атаку. Но тем временем Хао фармит ниже. Нужно дождаться Аганима на Брюмастере. У Брюмастера с 1000 голды до Аганима. Если взглянуть на пик Нюби. Нет все он купил. А он уже купил. Да все есть Аганим. Тогда Нюби нужно просто убегать от Феррари. Любыми способами от этого развеенного медведя. Пикать. Как мы это любим говорить. Потому что он соло по моему убьет любого. Даже Хао. Да, Хао он вообще там тоже твоими подаренными. Нюби нужно спидпушить. Пока Нюби у нас как-то активно хотят навязать Драку. Но боже ты мой. Неужели вам было мало двух раз. И в итоге они идут навязывать Драку Вайдом и Эмбер Спиритом. И от них убегают. И от них убегают. Что самое интересное. Ну не убегают. Но просто понимают, что там не все. У нас в центре находится Феррари. Вот он с ТП. Он видимо сейчас будет ТП. А я смог. Атака. Оп. Все. Идти в лоб. Ну это на самом деле нужно кого-то приносить в жертву. Нужно платить дань команде Айджи. Как Чингис Хану в свое время. Потому что сейчас. Ну опасно. Все. Заплатили дань. Банана. Банана. Нужно его кинуть. Нельзя драться. Нужно банану отдать. Раскладывать супремастера. И бежать. Все команды Нюби. Ни в коем случае не разворачиваться. Хао вообще фармит в это время. Ему пофиг. Летает Войт. Хао врывается на топу. Апчит. Напали на Хиау 8. Хиау 8 Хокус. Отличный блокхол от Фейта. Хао дальше разводит просто в соло всю команду. Аппарат выкупается. Войт выкупается. Хао начинает монсить. Боже мой. Что творит Хао в этом замесе? Его напали. Присанули Хао. И Хао умирает. Это полный провал команды Нюби. Куда вы идете сражаться? Скажите мне пожалуйста. Зачем вы идете сражаться на такое количество жира на Брюмастера с Аганину? На самого наверное сильного героя этой стадии. Хиау 8 со своей Масков Мэднес мечтает убивать. Боже ты мой. Кто у них капитанит? Я не знаю. Что вы делаете ребят? Да и сейчас умерли Эмбер, Спирит, Воид и Апарэйшн. Из них при этом байбэкнулись Апарэйшн и Воид и потратили кучу денег. Ну вообще посмотрим на сколько кучу. Да. У меня вообще такое ощущение, что Хиао 8 сейчас на вайде. Или не знаю. Но такое ощущение, что они чувствуют, что у них Тайтхантер на вайде. Знаешь, как бы Харленер оделает функции одна и та же, потому что это жесть. Из плюсов нет ульта Брюмастера, но кулдаун уже копейки, буквально там 45 секунд. В результате у нас Ньюбит дальше стоят. Вот так подумаешь, вот эта вот Огненная Панда сейчас просто в соло развалит вайда. Огненная Панда там отлупит Хао, даст ему Станчик, Лап, Станчик, Лап и так далее. Более того, есть Арчит. Да, еще есть Арчит, что самое интересное. В итоге без БКБ вообще лучше в драку не соваться, что... Ну, если Хао может бить издалека, то Хиао 8 надо. Пока Хиао 8 у нас бегает в Mask of Madness. Знаем мы великих вайдов, да, которые бегали с Mask of Madness длительное время, а потом понимали, что им нужна БКБшечка, и в итоге, видимо... Нет, но он фармит, но он байбекнулся, и там... И очень четкий байбек, кстати, я могу сказать, когда ты байбекаешься, и файт происходит вот здесь. То есть ты байбекаешься, надеюсь, что файт затянется настолько долго, что ты успеешь прыгать пешком. То есть это... Нюби надо раздуплиться. То есть вот пока я вижу Нюби, которые играли против Na'Vi, да, и Нюби, которые играют вот против IJ, ну и Нюби, которые играли в первой игре, это абсолютно две разные команды. Вот из того, что происходит. То есть адекватность пока она... Не зашкаливает. Удивляет нас, да. Адекватность команды Нюби нас удивляет. В итоге... Хаоспит пушит уже не может. Все, Фурион оделся. Фурион оделся, плюс один герой, и Хао будет больно. Ну, у Феррари уже как бы тринадцатый левел, да, там, после там трех выигранных замесов, где он там поубивал всех налево и направо. И Нюби сидят. Глянем на графики. Вот из преимущества, которые было, оно постепенно убывает. Но по Галде уже впереди. Ну пока у Нюби не все так плохо. Они проигрывают только потому, что у них пик такой, который на данной стадии не очень хороший. Пока у Вайда нету БКБ, и у Эмбера нету... Да, кстати, посмотрю, он купил персик, но... Понял, что Арчит, и с Арчитом шутить ни в коем случае нельзя. Вот это хорошее решение, действительно. Что мог бы он второй свой батл Фьюрито и не собрать вообще. Да, я могу сказать то, что, ну, вот такое преимущество из-за того, что у Нюби вообще они как бы отдоминировали все в Иллинии, выиграли все, что можно, да, их героями. Но сейчас мы видим, что IG-то догоняют. То есть я считал, что вообще будет развал без шансов. А тут летит Фурен, летит он за Хао. Хао опасно, врывается Брюмастер. Хао, здравствуй. Ой-ой-ой, не видят его, и Хао получает камень. Хао нужно бить последнюю тычку по Хао. Но вот как-то так приблизительно Брюмастер его и разваливает. То есть Фурену достаточно только повесить сайленс. Тем не менее успел купить Огр Клаб. Вот Хао пятерку получает за умение закупиться перед смертью. Он сначала Баттл Фьюри купил, пока его убивали в хроносфере. Теперь он успел купить себе Огр Клаб. Ну и на самом-то деле потратили ульт Брюмастера, убили Эмбер Спирита, который не потерял ничего вообще. И сейчас воет фармить свой БКБ, все фармят. А вы не можете нападать, потому что у вас нет ульта Брюмастера. Не уби, еще дышат, да, можно сказать так. Да, дышат, и я бы сказал, полной грудью. Да, я тут могу сказать то, что вот пока я смотрю на Чуани, я понимаю, что в его руках очень многое в этой катке. Если он сворует ульт Банши, то он просто в соло убьет там всю команду, пока он ульт Банши хромает. Поэтому на самом деле у этих YG в лейт такой внушительный. Причем самое неприятное в этом ульте Банши, что его реально тяжело заметить, когда ты его отдал. Потому что Рубик что-то там ворует в процессе битвы, летают эти духи, и они ничем не отличаются вообще от духов Банши. Попробуй пойми-то, чьи-то эти духи летают. Да, ну не знаю, может быть это, конечно, у Ньюби получается очень хорошо, но ух ты, какой таймер. Как они четко заходят, да, вот именно все, что... Ну тут пеньки сейчас. Ну тут смотри, кто идет. Ай, смотри, кто вообще идут. Да, пеньки, идолоны. Да, я Джинни пальцем делал, что еще можно сказать, надо подождать. Пятит ульт, а, кстати, Палево, Палево. Да нет, тут пеньки-то то, что заходят... А, все, Ксяо, Ксяо, Ксяо решил разобраться. Минус пенек, минус идолон. Просто Хасейсяо. Минус идолон, минус пенек. Видите, дальше в итоге IG зажимают. IG зажимают очень качественно. Снизу, в общем-то, лес, они свои зафармят, делать там нечего. У нас Энигма стоит в сейф-позиции, забирая идолонами. Вот так вот стоишь в сейф-позиции, вот крипы, да, идолончиков сделал, сам встал вот за елочку, и стоишь-тутишь. Лес берешь, экспу берешь, и в это время он забирает вверх. Вот этот вард, он, кстати, до сих пор свое дело делает. IG понимает, что вот тут никого нет, значит, где-то вот здесь. Поэтому они в свой лес не заходят. Хотя Ньюби просто сидят у себя на базе. Вот это очень крутые варды. Вообще, по сути, так, посмотреть, пока у нас вообще битва вардов. Битва вардов, да. Во второй игре, причем в мясо ее проиграли Ньюби, и проиграли они игру благодаря этому. Ну, я хочу отметить, что Хао остается ему 500 монет до БКБ. У Ксяуэйта до БКБ остается 800 монет. И сбивают этот вард. Банана все знает. Вай Вай Ф купил блинкдаггер. С этим блинкдаггером он сейчас убьет, ну, всех, кроме Банши. Ну, Эмберспирт там с ним посражается. Очень сильный артефакт против шейкера аппарата. Потому что, ну, аппарат у нас вот он, шейкер у нас тоже вот он. Любому прыгаешь за спину и спокойно убиваешь. Учитывая, что иницирует Брюмастер первый дает тебе вижн, тут многое в руках этого товарища. Надеемся, а то знаем мы некоторых фурионов с блинкдаггером. Да, ну, на мой взгляд, очень жестко сейчас затягивает. Вот, посмотри, Хао купил себе Блэк Кинг Бар. А что теперь сделать Хао с Блэк Кинг Баром? Его вообще не поймать. Блэк Коу и до свидания. Да, Блэк Холл, до свидания. Знаешь, если у тебя есть проблема, просто Блэк Холл. И изи ответ. Нет, ну, Блэк Холл действительно засасывает, по-моему, все, что есть в Доте, кроме, наверное, в Вардов Вене. А с Аганимом еще и убивает все, что есть в Доте, если даешь под розочку. Поэтому у IG, если что, есть план Б, это Энигма, которая даст ответ на все вопросы. Но проблема в том, что сейчас у нее нет ни БКБ, ни блинкдаггера, и она может медленно заходить в драку, кастануть Блэк Холл на 0,5 секунды, который там собьет. Скоро, ну, скоро. Игра-то у нас Дотка долгая. У нас уже вроде 30 минут, ну, почти 30 минут, и счет 11 на 9. И пока обе команды показывают, что они учли урок в прошлых игр, что кто нападает первый, тот побеждает. Поэтому у нас активно борются за Вижен. Ну, а если его нет, то спокойно уходишь фармить свои леса. При этом у IG такой противный пик, потому что они могут фармить свои леса, но при этом они еще вот палят. Вот эти вот пеньки, они ходят, они ходят, и они все палят. Они докладывают Фуриону, они докладывают своему генералу, где находится команда противника. В итоге Фурион, он дальше продолжает, вот, как это называется, адмирал бульдожить по всей карте. Ну, действительно, он... Ну, пока у нас в YYF делает все шикарно. Вот дальше они бегают, ты посмотри на этих пеньков, дальше они разведают. И это очень жестко, как бы, будете смеяться, но вот эти вот сумоны, они делают так, что драг нету. То есть IG все видит, вот она банша, вот она эмберспирит. И зачем нам драться? Ждем БКБшечку на Энигме, и вот тогда можно ловить хао. Да, и, в общем-то, действительно, колоссальный объем работы. Ксяо, правда, их тут бегает фармить, но за них дают очень мало золота, экспы. Ну, я бы нашел свою нишу. Ну, вообще, у него-то так-то уже БКБ тоже есть. Уже хорошо, да. Так-то я могу сказать, что и у Банши норм, у нее тут Эуль, Сол, да, у нее тут Солбустер, Эуль, Мека, и она-то девочка у нас боевая, Шейкер у нас уже с блинком. У Вайда БКБшечка, ну, а Хао также имеет БКБ. То есть осталось завершить свою вторую баттл Хури. Вот, кстати, имеют уже, ну, айтемы, наверное, ключевые, и можно идти, да. Можно идти, но есть пенечек, раз, есть пенечек, два, ходячие ворды. И всего лишь, знаешь, сколько там за... За сколько? За 160 монет. И вот они. Так, у ВайВайфа могут быть проблемы, смотрим. У ВайВайфа проблемы, да, потому что ВайВайф-то понимал, что сверху никого нету, и тут меня нападают забирать. Никого нету сверху, вообще нигде. Он идет по армите низ, отмечу, с блинком. С блинком, но блинк ему сбил Хао, и, в общем-то, никак уже отсюда было не уйти. И сейчас могут, наверное, Ньюби попробовать забрать Рошана, хотя у Энигмы появляется БКБ. Но, опять же, есть хроносфера Вайда, и тут кто что первый поставит. Да. Все, Хао пошел. Да, преимущество, на самом деле, за Ньюби, потому что у них, наверное, такая инициация, она будет пожестче. Ну и плюс Рошан. Тут в узком проходе, Шейкер, Аппарат, Банша, Войт, они не прощают таких ребят. Все, это будет Рошан. Да, это будет Рошан. Айджи нужно врываться, нельзя отдавать этого Рошана. У Френа, правда, нет байбэка, но, блин, это очень печально для Айджи. Блэкхолл, который можно поставить на Хао и убить, все, это, как бы, ну, много, много пользы. Ну, а если Хао будет с Айгисом, а потом, если он еще будет с байбэком, то он просто будет всю команду Айджи миссить. Нужны фиксы? У нас Феррари в позиции. Забрали Рошана, и Феррари нужно бежать. Теперь Айджи нужно убегать. Хао видит очередного суммона. Ха! Айджи умеет играть с суммонами, да, я могу сказать. Вот я могу сказать, что если дота вся будет с суммонами, то просто будут бегать вот эти разведчики, и все, и опять драку у вас не будет. Выслужить какая-то не дота. Итак, у нас была где-то в январе период, когда там все собирали неграчей. Я помню одну катку, где ДК... Так, привязали Феррари, но вряд ли его тут будут убивать. Где ДК просто выиграли катку, когда половина суммонов забежала на базу билла героев, а половина сносила вышку. И ничего не могли их соперники с этим сделать. Да, но потом мы открыли в доте на Старладдере такого товарища, как Эмбер Спирит, который просто убивал там все, что вообще есть свои на этой земле одной кнопкой. И в итоге, зарабатывая по 1000 голды за 50 маны, и в итоге люди забили на этих суммонов после этого. Я могу ошибаться, но вполне возможно, что Эмбер Спирита тогда еще просто не ввели. А, ну вот тоже вариант. То есть суперстратегия от контроля у нас, ребята. Ну и Хау забрал вышку. Хау бычара, причем редкостная. Он просто посмотрит, где он фармит один. Под вражеской вышкой прилетает у нас фейтный нигм, и Хау уходит. Фурена. Фурена опять забрали снизу. Отмечу, опять он с Блинком. То есть Блинк ему не помог, потому что... Мне очень нравится, когда один человек купил Блинк, выиграл один турнир, и потом все покупают этот артефакт, который якобы делает пользу, но по итогу он никого не загангал, он никого не убил, да. Он ни разу с этим Блинком не выжил, он вообще с этим Блинком ничего не сделал. В центре напали на Хау, бьют Хау, Хау очень больно, Розочка, но Энигма пожалела Блэкхол. Да, но если бы она скастовала Блэкхол, это был бы минус Аегис. Да, я так понимаю, скорее всего, была бы минус 3 от IG, потому что подходил Шейкер, летел... От Ньюби. Да, от Ньюби, но... Нормально. То есть пока нормально, пока графики мы смотрим. В общем-то, графики пока... Ну, пока у нас ребята играют в доту, кто что соберет. Вот пока я так... Я бы на месте Ажи смотрел бы на ВайВайфа вот с этим Блинком, я говорю, парень, ты же можешь, не знаю, что-то другое купить себе. По факту, если бы он какой-то ШБ купил, у него было бы только больше урона, но эффект был бы совершенно такой же. Он с Блинком пока что не сделал вообще ничего. Никаким сплитпушем тут и не пахнет, потому что, ну, все фармят все линии, и Фурион не может сплитпушить в такой игре. Ну, то есть он сплитпушит, но слабо. Единственное, с Шадоу Блейдом, плюс, что ты можешь видеть в лотаре палить контору там, потому что гема у нас сейчас нет. Ты хотя бы будешь на гем или на сентре разводить. И видим мы, что Шадоу Блейд уже тоже не лучший выбор, потому что Банана купил гем. Теперь осталось закрепить свое преимущество. Ой-ой-ой, дабл дэмэдж у Хаоу, и сейчас драться, наверное, не стоит. Сейчас драться вообще нельзя. Хаоу у нас тут... Да, больно. Больно у нас идет. Два Батлфурии, Барабаны, БКБ, Аегис, наверное, лучший тайминг для Эмберспирита, который уже, ну, с высокого лояла. И самая неудобная вышка для дефа. Вот именно вот в эту вышку самая неудобная, потому что если ты захочешь ее дефить, очень узкий, очень узкий проход. Но только если не сбоку, заходить, как делают Ай-Джи. Да, и Ай-Джи-то знают, что-то знают про узкие проходы. У нас Хяоу-8 в позиции, и в итоге надо за елочку встать Хяоу-8, иначе будут тебя убивать. Еще жестче действует у нас Ай-Джи, просто заходит в спину, Феррари-то, Феррари-красава. Нашел Шейкера, врывается в Шейкер, прыгает в ВВФ с блинка, фокусит Шейкера, Му, БКБ, Хяоу-8, БКБ, идет Разора, убегает, убегает, забегает. Тем временем у нас убегает Хяоу-Шейкер, Шейкера забирает. Блэй-Колл отличный, Хяоу-8, и в Хяоу фокусит, забирает двой, да? Больно, очень больно делает у нас Хяоуа. Ну, Хяоу тоже больно. Поднимает Хяоу, поднимает Баншу. Да, Хяоу сейчас будет резать очень жестко. У него все еще есть Ай-Егис, он инсует Нэтчерс, Профита, Хяо все еще жив, на лоу-КП идет дальше за Феррари. Хяоу выбивают ему Ай-Егис. Смотрим, у него еще БКБ не проживает. Банан у нас за Бананой, Банан у нас также забирает. Хяоу остался один против всей вражеской команде, нужно кинуть на себя щит. Нет, пока щит не кидает, бегает, валяется Гем, ну и хрен с ним думает Хяоу. Нету иллюзии, до иллюзии еще 10 секунд, и Хяоу у нас падает. Блестящая инициация, Джи, браво. Да, и Джи сейчас сделали все очень здорово, но там отдельного момента был удостоен ахроносфера, в которой заперли Разора, убежал от него Void, вернулся, и в итоге из-за того, что он сразу не начал бить, не убил. Но в целом, Invictus Gaming красавцы, они обошлись в спину, если бы они этого не сделали, они бы сейчас потеряли вышку. Смотрим, что по графикам. Отыграли достаточно неплохо, мы видим Ньюби, но и сейчас наверняка чуть-чуть графики вернутся, но не сильно, потому что было куча байбеков. Сколько байбеков было? Байбек от Enigma, от Nature's Profit, это да, два байбека, то есть драка 4 в 5 и Аегис, но два байбека было потрачено, и по золоту-то ничего, IG даже и не выиграли, можно сказать. Да, ну драка хорошая, то есть такая боеспособность. Я бы сказал идеально, если бы по-другому, если бы в лоб зашли IG, они бы там развалились просто в миссину. Под хроносферой Шейкер раскастовался, а так Шейкера просто убили до начала драки, Operation там тоже не знает, что делать в такой ситуации. Ты стоишь сзади, чтобы кидать ультимейт вперед, а тебе заходят как раз-таки вплотную. Видит Фуриона, Фурион фармит свои лиса, летит ульта аппарата, подходит Сан Шейкер на Шейкере, убивает Вай Вай Фа. Это месть. Это просто да. Сан Шейк не простил. Это, кстати, вот именно вард, который очень сильно решал в атаке, потому что у нас, ну, нюби как бы были в позиции, да, было очевидно, что возможно они поставят варды, и в итоге Вай Вай Фа он нас обнаглял сразу. Ну, шо, что я могу сказать лично я? Ну, войд он как керри уже в принципе не рассматривается пока что в этой игре, потому что то, что он делает, это такое, ну, такое себе дело. То есть обычно в айде они бегают еще тонких, то есть прыгают на Рубиков, прыгают там на Энигмы, которые там дают Блэкхолы, там еще прыгают на Фурионов, которые делают очень много, а в результате войд у нас прыгает на Разора, наверное, самого толстого героя, ну, вышка, конечно, падает очень быстро, у Хао появляется Кристалис, да, Хао, несмотря на то, что его убили, он реально все большая проблема, он с самого начала игры основная проблема. Кулдаун Блэкхола, вот в этом одна основная проблема, и нюби эту проблему знает. Ну, еще вторая проблема, то что нет Фуриона, и они оба появятся в один момент, но вот Хроносфера от Рубика. Поставил Рубик Хроносферу, врывается Брюмастер, гонится, начинает фокусить Му, но Му очень толстый, нужно бить кого-то другого, Хяо 8 врывается на Энигму, отличный врыв от Хяо 8, бьют Фейта. Байбрека нету Энигма. Фейт, ой, развернулся Ксяо, не добил, из-за этого погибает. Но Рубик Мастер, чуть ли не весь тут рассыпается, остается только Зеленая Панда, Профит выходит, есть Блэкхолл, и нужно бежать. Фиссуру украл, дал Фиссуру по банану. У нас нету ультимейта Дэс Профит, Хао на развороте, старается кого-то поймать, ловит у нас Фейта, Фейта у нас умирает, тем временем у нас гонится за Ньюби, Саншенк дает Фиссуру, Хи бежит, но нечем цеплять, нечем цеплять, Хао дальше играется, появляется Фурион. Фурион у нас рядом, у него есть Блинкдаггер, у него есть РЧ 5 секунд, и Хао в опасности, а у него есть БКБ, ему вообще-то пофиг. И он просто один игрок играет со всей командой, включает БКБ, бегаем, улетает, до свидания, и машет мячами на прощание. Да, Хао действительно, он убил одного, ушел, и все-таки смогли забрать такие Энигму, у которой нету Байбэка, ну и она не дала Блэкхолл, в любом случае, в следующей драке этот Блэкхолл будет. А, Хао тут уже у нас барабаны выкладывает, потому что, а потому что все, слотов-то больше и нету. И они уже не особо нужны, да, если раньше они берутся, чтобы была там Сила, Мана, то с двумя Батлфуриами все, ты покоишься на ДПС. У нас тут Хио очень играет, опасно. Опасно все. Нужно ждать следующего Рошана. И мне нужно срочно спасать свою команду. Именно кардинально. Тяжело, Байбэк, потом еще одна смерть, у него блинка-то нет, какой там рефрешер, иди деньги взять. Да, просто реально, мы сейчас понимаем, что Эмбер Спирит эта штука крутая, и без Хикса или Блэкхола ты его не поймаешь, в итоге это еще поймает и YYF, и нужно вот IG купить свои ключевые артефакты, потому что Эмбер Спирит, да, он бьет больно, но он рассыпается, то есть все-таки у него сейчас агирщик, у него всего 8 армора, это, ну, на самом деле, это не так много, да, и ХП это 1700. Я думаю, что даже Феррари это понимает, вот этот ультимейт орб, который у него шарик, шарик. Я сильно сомневаюсь, что это для Линки или Скади, это скорее всего Хекс. Кто его знает, был бы этот Торнавин, я бы на 100% был уверен, что это уже Скади в его руках, но да, Феррари, я думаю, в этой дотке толк знает. При этом, они скорее всего еще не палят, пусть у нас там не гадают, но я думаю, у нас ребята опытные, они тоже все понимают. Продолжается сплитпуш, у нас в очередной раз все фармят, но IG фармить посложнее, потому что там спирит или левоид, который тебя фактически сразу ваншотит, а у Ньюби Хао вот пока он легкий. Будет круто, если IG реализует Хекс на Фурионе и Хекс на Брюмастере, вот так вот неожиданно, если Ньюби от Ньюби. Смотри, Санушенга нашли в лесу, но он успевает ворваться, летит ли сюда ультаппарат, да, ну боже мой, боже мой, какой же урон, успевают дать Мекку и за счет этого выживет Ньюби. убивает одного саппорта, повязали ультимейты, тут бегают за ним, теряют время, ну и в общем-то время у нас выиграл Шейкер. Чуть не успел у нас саппарат с ультой. Да, но тут дело в том, что Пенек находил Шейкера, он это походу видел и вынужден был врываться, но то, что Шейкер даже без аппаратчена убивает, практически убивает Фуриона, это занятное. Да, вообще-то ему какие-нибудь артефакты бы еще там купить в будущем и будет вообще очень здорово, потому что Шейкер у нас существо такое, вот мы видели Шейкера с критами на 1800, да, и в общем-то он как бы и кэри отличный, и у нас IG наглеет, подходит, подпушили нижний товар, очень важно, Хип, Соло подпушил центральный товар без помощи, никто его не охранял, в итоге это была такая фейковая агрессия и резко зашли на Рошана, но Ньюби, да, Ньюби что-то знает о Рошанах, то есть у нас Ньюби, я напомню, они забирали Рошана вообще до крипов, у нас отбывали каточки и в итоге этот процесс контролирует. Да, по-моему, второй Рошан на интернешнле до крипов, первый был в игре Alliance против Вич Гейминг, там жесткое, месилово было по-другому, даже и не скажешь, но и Ньюби. Ньюби, в отличие от Alliance, это помогло, Alliance там слились, потому что их Вичи прочитали, Ньюби сделали действительно все неплохо, но они реально вот за темную сторону просто не дают зайти сопернику Брюмастер Хекс. Брюмастер Хекс и вот тот самый момент, когда можно реализовать Рошана. Нужно врываться, причем довольно быстро в смоке, потому что без смока всех закроют хроносферу. Хи у нас стоит, палит контору, все понимают, что Феррари идет, Феррари идет, Феррари идет поверху, находит Банана, начинает танковать для себя, захексил Брюмастер, и Брюмастер рвается, гонится, бьют Хи, Хи очень больно, нужна подмога, подмоги нет, у нас Хяо 8 просто почти падает, Банша накручивает, врывается толпа, и Хао режет. Отличная хроносфера от Чуана и Хао, очень больно, Хао падает первый раз, летит ульта Афарейшна, пошел Блэк Холл, который на пару секунд засосет Хао, нет, он заканчивается, когда выходит Хао, и Хао просто своими фестами уничтожает всю команду, делает даблкил, фейт, 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 умирает, фейт, триплкилл делает Хао, и это минус 4, не самый удачный Хекс, могу сказать, в Афарейшна, в начале драки. Танет для него, он был предназначен. И в итоге проигрывают эту драку, ну что, неужели Ньюби у нас, у них реальный шанс побить, Блэк Холл-то нет, Праймал Сплита нет, а Егес тоже на Хао нет, но у Хао есть байбэк и 4300 на руках. А, и Хао-то... У нас... знает убивать, на самом деле очень больно он нарезать, ну вообще нарезал в этой драке. Да, очень больно. А у Айджи проблема в том, что нарезают люди не очень больно, поэтому битва ДПС, она была выиграна. Ну и порешал сыр плюс Айгес, вот этот вот сыр, который, ну, забрал Айгес, который забрал Хао, и сыр, который забрал Му, это было плюс 2 жизни. А Му съел там сыр, да? Да, то есть это фактически была драка 5-7, и, ну, Ньюби адекватно ее выиграли, ну, закономерно ее выиграли. Да, хорошая хроносфера, в общем-то, все сделали здорово, и сейчас Эмбер Спирит на 9 тысяч опережает Разора по Нетворсу. Даже если это не Эмбер Спирит, это очень опасно, когда на 10 тысяч один герой опережает другого по Нетворсу. Да, опаснее всего, наверное, из таких героев, как-нибудь Спектра-Снайпер, который тебя лупит там, ну, да. Короче, Снайпер просто из рейнджа тебя лупит, а Спектра, она просто тебя в любой точке карты находит, да, и лупит. Так что еще все хорошо. Для IG пока все еще более-менее, ну, тяжело, да, но все еще норм. То есть пока нет Айгиса, пока нет Цира, всегда можно дать Блэкхол в Хаоа. Как мы видели, Чуанин всегда еще может своровать хроносферу и дать ее также в своих двух героев. У нас в этот раз хроносфера опять была в одного Разора, да, наверное? Хроносфера была неплохая, там еще кого-то поймали, и... И можно законтролить, то есть при хорошем микро можно реально очень круто законтролить и все, что надо сделать, чтобы Разор вышел в драке, но нужен демэдж, нужен демэдж, да. У Му очень много зарядов в Блэкстоуне, это реально опасно, потому что если в какой-то момент все будут биты и умрет Му, он все захилит и... И вернется? Да, и быстро вернется. Еще пару драк, в которых он не будет умирать, у него там уже количество зарядов будет совсем неприятное для Invictus Gaming. А Блэкстоун-то в Лейте это, наверное, айтем вообще чуть ли не лучший, потому что это единственный айтем, который тебе снижает время респаун. Ну, заряженный. Вообще, обычно, когда ты заряжаешь Блэкстоун, то ты как бы уже побеждаешь. Ну да. Такой сноубол начинается, но... Артефакт достойный. Айджи зажали. Ну, айджи начинает зажиматься у себя на базе. В очередной раз в Нюби поставили после выигранной драки агрессивные варды, теперь они полностью айджи контролируют. И айджи бы каким-то образом купить гем, и эти варды сносить или сенты, потому что... Ну, иначе Нюби будет их отфармить. А гем Бананы вернулся к нему после прошлой драки, судя по всему. Он побывал в руках Инвиктус Гейминг. Теперь он у него. Опять стоят хорошие варды. Все видят абсолютно на этот раз. И на этот раз уже зайти в спину, наверное, не получится. Видели этот смоук, и сейчас должны ждать Нюби захода в спину. Да, вот теперь Хиао 8, я уверен, он станет за елочку. Еще за елочку стоят шейкеры и Бананы. Только нужно поделиться елочками. Хотя нет, Бананы, по-моему, просто пойдет танковать, вообще встречать всю компанию. Посмотри, Банана, Банана какой жесткий. Смотри, какой он жесткий. Да, даже слишком. Он не боится фидануть. Если он съест опять Хекс, это будет вообще огромный плюс. Хекс потрачен на Парейшн, а все это видят, и у всех все хорошо. Да, Банане можно просто ставить воронку, давать Чилинг Тач и спокойно идти умирать. За родину там, и за мать. Нет, но Ультимейт был бы, конечно, сюда тоже неплох. Все-таки это Аппарейшн. Но в итоге не получается ворваться у Айджа, они понимают, что вышки нет, и Ньюби там в любом случае перегруппировались, просто уходят. Кстати, интересный выбор от Хао и на Эмберспирит это выбор великолепный. Кераса будет. Кераса, снижающий армор, увеличивающий урон, еще армор дает. Ну, это, можно сказать, Кераса, это итем. Как Дизоль тот же самый, только в лейте он пополезнее будет, потому что дает еще твоим тиммейтом много. Да, тиммейты бьют больно. Банша и духи физерон, воет тоже физерон. Ой-ой-ой, как сейчас мог попасться-то Nature's Profit. Поставил вард, тут же этот вард снесли. Не прокатило. Феррари понимает, что нужно спасать катку, причем срочно. Есть у него Хекс, Аганим, в общем-то, сам он делает Херасу, при этом продал монобуцы последовательно. И, ну, Айджи только молиться осталось, именно реально молиться, в этой игре, потому что тут все слишком жестко. Смотри, какой вард классный, который не сбить вообще, ну, потому что его не видно. У Invectus Gaming вот срева сверху. Вот тут вот. Да-да-да. И у нас вот этот тавр лучше всего отдать. Тир-2 тавр, вот этот уже не настолько важный тавр, чтобы за него драться, потому что, ну, на хайграунде драться всяко лучше. Феррари поймал Саленс. Феррари умрет. Что он здесь сделал? Он видел Эмбер Спирит, Эмбер Спирит видел его, и даже хреносфера, которая заперла Баньшу и Хао здесь не поможет. Идти дальше. Забирать тавр. Нападают на команду на IG Gaming. Энигма. Нужно спрятаться, нужно где-нибудь туда в лес, заныкаться и дать оттуда супер-пупер-блэк-кол. Но, нет, нюби отошли. Осторожные. Ну, я их могу понять. Они не знают, что у Брюмастера нет байбов. Да, да, да. Турнирчик, как бы там хорошая денежка на кону. Там у нас ребята молодые, там средства им нужны. Да, средства нужны всем. Команда, которая побеждает в этой игре, занимает не восьмое, седьмое место, как, ну, гарантированно. Подняться-то можно и на первое, даже из лузеров. А гарантированно занимает пятое-шеестое, а это плюс сто пятьдесят как бы тысяч долларов. Хорошая, кстати, цена уже у нас на катке. Выиграл вроде бы там одно БЛ-3, а уже плюс сто пятьдесят тысяч долларов. А что будет в град-финале? Там плюс парочка миллионов будет. И не парочка, да. Не, на самом деле, когда ты играешь вот именно для многих игроков, да, вот особенно когда ты играешь в покер или другие игры, вот сумма денег очень решает. Потому что, когда у тебя там на кону, допустим, десять долларов, а ты на расслабоне там, да, поставил, выиграл, проиграл, ничего. Но если тебе поставить на кон там пять миллионов долларов, вот там взрывается Чуань с хроносферы, на Хао прыгает Фурион, у Фуриона есть Хекс и начинает лоупить всей команды. Чуань еще начинает прыгать. Хао, просто не пробиваем с Кирасой. Осторожничает, ну, правильно делает, бюлмастер с Хексой подходил, на самом деле, ты посмотри, какие НЖ, Айджи молодцы. Да, молодцы, но уже этого Эмбер Спирита пробить тяжело, он купил себе Кирасу. Кстати, хороший выбор тоже могу заметить, то есть, ну, она как раз-то вот сейчас ему и помогала. это не только, вот тем-то она и полезнее того же Дизоли, потому что и то, и то минус армор, но это еще и для тиммейтов прибавка и к скорости атаки, и тебе армора дает очень-очень немало, целых там двадцать единиц. Да, так вот, я продолжу мысль, очень хочу я ее завершить, то что, когда вот вы играете, допустим, тот же покер, у вас десять долларов, все нормально, но когда у вас будет пять пленов долларов, поверьте, там вот совсем другие нервишки шалили. То есть, именно поэтому Ньюби сначала так нехоти играли в групповой, восьмое, одиннадцатое место, а в переигровках уже начали играть, потом начали играть с лузеров, и сейчас эта команда, которая с позицией восемь-одиннадцать может подняться на пять-шесть, это будет такой самый, самые большие андердоги, можно будет сказать. Я могу еще сказать, то что они поднимаются на позицию, они уже обыграли Na'Vi, они обыграли Titan, и они сейчас еще близки к тому, чтобы обыграть IG, потому что NetWars, да и вообще многие вещи говорят нам 15 тысяч. 15 тысяч. А герои IG говорят нам о том, что очередной раз Кэри Разор, и вот когда Разора прессуют, то он не такой-то уж и сильный. Да и вообще, если ты так посмотришь, без инициации Разор очень слабый, то есть, круто, когда кто-то держит, да, какой-то Войт, Разор высасывает, хроносфера закончилась, пошел убивать, но тут Эмбер прыгает, там шейкер, банша шейкер в задних рядах, ну а Войт, он, как правило, начинает первым, поэтому Разор страдает немного. Все, 6 слотов и байбэк есть у Хао, теперь остается только фармить себе, я не знаю, ну оставлять фарм тиммейтом, покупать какие-то гемы, варды, сентри, покупать новые БКБшки 10-секундные, в принципе, для такого Эмбер спирита это вполне будет реальная задача, потому что, как ни крути, фармить он будет много, скорее всего, ему нужно, ну даже просто пробежался по линии, вот так вот, раз, минус пачка задней фисты. Да, и тут еще очень тонкий момент, то что у Айджи пока что нету кирасу, у нас панда хочет сделать то ли шиву, то ли кирасу, но у Нюби у них есть и шива, атаки, также есть кираса, который бафает всю команду, и сейчас Айджи, ну вот эта вот панда, она вообще не пробивает уже никого, вот эта панда, которая раскладывается, они вроде бы бегают, вроде бы все хорошо, там замедление, там всякие плюс арморы, в итоге панша 35 армора, панда ее просто не пробивает. Да, шива есть у Розора, но мне кажется, что вот бремастера в данной ситуации чуть ли не проще убить, когда он раскладывается, если фистами попадает со сплэшем Феррари, ой, Хао по нему, то эти все три духа получают огромное количество урона, в то время как, ну, целиковая панда, она достаточно толстая, и у нее есть миссы, хотя там тоже, по-моему, у одной из панджи есть миссы, но неважно, в общем, здесь бремастер на такой стадии игры весьма и весьма ситуативный персонаж, и реально он уже не так силен совершенно точно, как 30 минут назад, когда он просто из ситуации, где ничего не могли Айджи, ворвался и всех убил. Играется у нас Элигна, так прям играется, подходит, и доигрался Элигна. Все. Играется, играется, получает хрона ульт-опорейшена, таверни здесь. Теперь у нас играется Феррари, Феррари получает Савин, спрыгает за ним Хао, спрыгает Войт, и Феррари тоже доигрался. Ну, он может ультануть. Он может ультануть, да. Больно. Ну, его спасло то, что он заранее знал, что он здесь умрет, и увел одну панду в инвиз, просто убежал. Но это уже ситуация совсем ненормальная, когда панда юзает ультимейт, чтобы выжить, и уводит на базу. Сейчас появится Рошан, драться нечем, кроме Блэхола нет ничего. А, и Энигма-то в таверне, Блэхолл-то есть, Энигмы нет. Вот в чем проблема. Да уж. Ну, и, конечно, Ксяо. На этот раз он решил поговорить с Нашаром. Теперь играется Хи, врывается Шейкер, ультимейт, врывается, и почему-то все решили поиграть на понт, не знаю, на характер, или как еще это назвать, но команда IG, сейчас все потом подошли и умерли. Развели на парочку спилов. Развели на парочку спилов. Ну, на самом деле, я могу вполне четко понять, почему играю так IG. Потому что, когда ты не знаешь, что делать дальше, и ты понимаешь, что единственное шанс это либо рассчитывать на какую-то жесткую ошибку, либо просто отмотать, попытаться время назад, что пока что, насколько я знаю, не является возможным ни в доте, ни вообще в принципе. Эмбер Спирит уже слабее не станет, к сожалению, для Invictus Gaming. Ну и что? Минус трон? Блэков пятерых и продолжение увлекательной игры. Так должно произойти. Нигма у нас в позиции. Нигма у нас в позиции, ей бы было очень хорошо приобрести смок, но смока нету, и это очень плохо. Стоит у нас Му, просто 3500 хп. Розочка! И нужно отойти от родочки. Ну нет, Му у нас не отходит. Он просто своими мьёльнирам раздает, которые на него Ксяу повесил. Ксяу с Саегисом. Он стоит, ничего не боится. Ксяу 8 у нас играет. Опасно, очень опасно для IG. Врывается у нас Брюмастер, Энигма. Очень больно. Да, это минус Энигма. Фисты сняли ей пол хп. Ксяу остальную половину. Минус Зеленая Панда, минус Брюмастер. Кси высасывает урон из Баньши. Кси. Ой, как же больно. Чуан своровал таки ультимейт, но сейчас уже поздновато. Ставится еще одно хрона. Может, рефрешер был у Вайда. Фисты, Молнии, Гудгейм, Ньюби поднимаются, Венера, и теперь я могу сказать, что у Вичи Гейминг... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!